Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики! В этом своем коротком репортаже я хочу поделиться информацией интересной о празднике Хэллоуин, который сейчас широко отмечается в Ирландии. В былые времена этот праздник на территории Древней Руси назывался Велесова ночь и отмечался с наступлением первой звезды на небосклоне вечером 31 октября. Этот праздник посвящен поминанию предков. Граница между мирами в этот период наиболее тонкая, и наши невидимые предки приближены к нам самым-самым непосредственным образом. Наступает шесть месяцев темноты или ночь Чернобога, а последующие шесть месяцев, начиная с 1 мая, назывались День Белобога. Как мы можем отметить этот праздник для того, чтобы стать еще сильнее, еще наполненнее. Так вот, вечером с наступлением темноты вся семья ранее собиралась вместе и поминали предков. То есть готовилась определенная еда. Обычно это были блинчики, это была кутья. И на отдельную тарелочку можно положить блюда, те, которые будут у вас на столе. Эту тарелку можно поставить на алтарь, зажечь свечку, и в течение минут 10-15 молча сидеть, вкушать эту трапезу с мыслями о своих предках. Возможно, кто-то появится в мыслях у вас, возможно, вы почувствуете чье-то присутствие. И обязательно спросите, что полезного или что хорошего вы можете сделать для ваших невидимых предков, для бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. И еще в этот момент, во время поминания предков, во время этой трапезы, вы можете обратиться с просьбой, с одной, с двумя или с тремя просьбами, в помощи решить какие-то ваши, помочь решить ваши жизненные вопросы. Вот этот обряд поминания предков проводился несколько раз в году. И Хэллоуин или Велесова ночь, это был как один из основных праздников поминания предков. Поэтому используйте силу природы, усильте, укрепите свои корни, расскажите об этом детям. И, кстати, нас поминают предков, если вы знаете, чаще всего раздавая сладости, конфеты, именно детям, что сейчас и происходит в Ирландии. Дети ходят и собирают эти конфеты. А почему они наряжаются? Потому что у нас тоже так было принято на Каледу, то есть 24 декабря, и на Хэллоуин люди наряжались, ходили ряженые по улицам с песнями, и в это время проигрывали те ситуации, которые наболели. То есть они могли позволить себе высмеять соседа или нерадилого родственника, они могли показать, проявить слабые стороны в себе, тем самым обозначая эти качества и разрешая определенную проблему, вопрос. Ну, сейчас это выглядит немножко по-другому, но в целом суть этого праздника заключена именно в том, что приближается темнота, приближается время, когда вы можете окунуться в созерцании своего внутреннего состояния. В течение последующих шести месяцев природа засыпает деревья, скидывает листву. Точно так же и мы избавляемся от ненужного, это период очищения, период обучения. И еще, как мы знаем, в Ирландии в это время, в ночь 31 октября, жгут костры. Это не просто костры, это костры из хлама, из барахла, из того, что вам не нужно. Поэтому желательно убрать дом, навести порядок, избавиться от старого, ненужного, сжечь старье и встретить этот праздник, пригласить своих невидимых предков в дом, когда у вас чисто и наведен порядок. Всем огромного привета, всего наилучшего, и с вами была Виктория Тодорова.